Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне были даровано пять вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня». Глава. О том, кто совершал молитвы перед печью, огнем или еще перед чем-нибудь таким, чему поклоняются люди, но молился только Аллаху. Аз-Зухури сказал, «Сообщил мне Анас, который сказал, «Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Во время молитвы мне было показано пламя ада». Хадис под номером 431. Сообщается, что Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал, «Однажды произошло затмение солнца, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил молитву и сказал, «Мне было показано пламя ада, но я никогда не видел более ужасного зрелища, какой видел сегодня». Глава. О нежелательности совершения молитвы на кладбищах. Хадис под номером 432. Передаются слов ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Совершайте часть молитв в своих домах и не превращайте их в могилы». Глава. Совершение молитвы в местах провалов и наказаний. Упоминается, что Али, да будет доволен ими Аллах, порицал совершение молитвы в месте провала возле Вавилона. Хадис под номером 433. Передаются слов Абдулла ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Входите к этим подвергающимся мукам, не иначе как плача, а если вы не будете плакать, то не входите к ним, чтобы не постигло вас то же, что постигло их». Глава. О молитве в церкви. Хадис под номером 434. Передаются слов Айше о том, что однажды Ум Саляма рассказала посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о церкви, которую она видела в Эфиопии и которая именовалась церквью Марии. И когда она упомянула о том, что видела там изображение, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Это люди, которые, когда умирает праведный раб или праведный человек из их числа, возводят над его могилой храм и расписывают его подобными изображениями. Такие люди являются наихудшими людьми пред Аллахом». Хадисы под номерами 435 и 436. Передаются слов Айше и Абдуллы ибн Аббаса, да будет доволен имя Аллах о том, что перед самой своей смертью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стал накидывать на лицо покрывало, а когда ему стало трудно дышать, он убрал его с лица и сказал, «Да проклянет Аллах тех иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в места для совершения молитв, предостерегая мусульман от повторения того, что делали эти люди». Хадис под номером 437. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Да погубит Аллах иудеев, которые превратили могилы своих пророков в мечети». Глава. Слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. «Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения». Хадис под номером 438. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне были дарованы пять вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня. Мне была оказана помощь страхом, который охватил сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути. Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения. И поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, время молитвы пусть совершает молитву на этом месте. Военная добыча, которую не разрешалось брать никому из пророков до меня, была дозволена мне. Раньше каждый пророк направлялся только к своему народу, я же был направлен ко всем людям. И кроме всего этого, мне было даровано право заступничества». Глава. Сон женщины в мечети. Хадис под номером 439. Сообщается, что Айша, да будет довольн ею Аллах, сказала, «В свое время людям из одного арабского племени принадлежала черная рабыня, оставшаяся с ними. И после того, как они освободили ее, эта женщина сказала, Однажды из дома вышла девочка из их числа, на которой была красная кожаная перевязь, украшенная жемчугом. Она положила эту перевязь на землю. Или эта перевязь упала с нее, после чего над ней пролетел коршун, который увидел, что она лежит на земле. Принял за кусок мяса и схватил ее. Люди стали искать пропажу, но ничего не нашли. А потом они обвинили в краже меня и принялись обыскивать меня, обнажив даже мои срамные части. Затем бывшая рабыня сказала, «И клянусь Аллахом, когда я стояла среди них в таком положении, над нами снова пролетел этот же коршун и обронил перевязь, которая упала среди них». Тогда я сказала им, «Вот то, в краже чего вы меня обвиняли, а я была к этому не причастна, ибо эта вещь перед вами». Айша сказала, «После этого она явилась к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и приняла ислам». При мечети у нее была палатка или маленькая хижина, и она часто приходила поговорить со мной. И когда бы эта женщина со мной не встречалась, она обязательно произносила такие стихи. «А день перевязи – одно из чудес Господа нашего. Поистине, Он вызволил меня из страны неверия». Айша сказала, «Однажды я спросила ее, почему каждый раз, встречаясь со мной, ты повторяешь эти стихи?» И она рассказала мне эту историю. Глава. Сон мужчин в мечети. Абу Киляба передался слов Анаса. «К пророку, да благословит его Аллах и приветствует, прибыла группа людей из племени Укль, и они оставались под навесом». Абдур-Рахман ибн Абу Бакар сказал, «Те, которые жили под навесом, были бедняками». Хадис под номером 440. Сообщается, что Нафий сказал, «Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, рассказывал мне о том, что при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он еще был не женатым юношей, не имевшим семьи. Он часто оставался спать в мечети пророка, да благословит его Аллах и приветствует».